Калмыкия 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 Жители, давайте создадим акционерное общество. Народную компанию. Народную компанию Водоканал Куда войдут каждый житель, каждый житель города Ялисты У каждого будет акция. Ведь мы сможем управлять наше водоканал. И работать на улучшение нашей инфраструктуры Я говорю только о нашем водоканале Никаких других сегодня вопросов нету Речь идет только о сохранении нашего большого состояния, наших деток, отцов, которые вложили много труда, много труда в достижении этих вот сетей, которые сегодня построены для нас. Если мы сегодня, завтра потеряем наши трубы, потеряем нашу всю шестуру, потеряем наше месторождение, Байар-Динск, который находится здесь, от 30 километров, чуть выше, до Элисты, мы это можем отвоить, можем сделать. Это большой пример, на примере моей компании, которая на 9 микроэнергии построила все сети, все сети, сегодня это наши, частные. Я готов передать в это общественное движение, в эту акционерную компанию, наши сети. Мы готовы заработать, но я не хотел бы, не хотел бы мне отдавать эти сети к какому-то чужому дятелю. Поэтому в акции я пользуюсь, дорогие граждане, давайте все-таки объединиться. Если мы проведем референцию о сохранении нашего водоканала, мы добьемся больших побед, больших побед будущего, ваших детей, ваших внуков. И не только внуков, но и всех людей, которые сюда приедут, они получат большую жизнь, большие перспективы и покупать сегодня воду за 100 или более рублей. Сегодня у нас, как ребята сказали, что 17 рублей стоит вода в Волгограде, но сегодня у нас в Лисе стоит 37 рублей. Я не хочу, чтобы мы платили гораздо дороже. Поэтому я вас призываю, объединяйтесь, друзья, объединяйтесь в одно общее целое. Спасибо всем! Мы справимся, братцы, подачи собрания в установленном порядке и провести его в соответствии с федеральным законам. Дорогие элистинцы, я депутат Элистинского городского собрания Бушинов Юрий Викторович. Я попробую вам рассказать о ситуации, которая сложилась вокруг передачи в концессию Элистинского водоканала. Все мы понимаем, что вопрос воды для Калмыкии и Элисты особенно важен, так как мы живем с вами фактически в условиях полупустыни. И бездумная передача, я считаю, что это именно так, бездумная передача муниципального предприятия в частные руки, тем более руки, поскольку есть информация относительно того, что в других регионах России эта компания себя зарекомендовала не очень хорошо. Я думаю, что это будет бездумное решение, которое приведет к тому, что мы в общем итоге, во-первых, будем платить гораздо больше за воду. И кроме этого, инфраструктура нашего городского водоснабжения будет фактически приведена в полную негодность. Она и так на сегодня на 80% пришла в негодность, но думаю, что эту ситуацию можно изменить, если мы в первую очередь, во-первых, спросим с администрацией города за работу компании ЖКХ, в том числе и водоканала. И, конечно, если мы вернем все предприятия муниципалитета в муниципальную собственность. ЖКХ, в том числе и водоканала, в том числе и водоканала! ЖКХ, в том числе и водоканала!